В Сургутском районе волонтеры объединились для помощи югорчанам. В муниципалитете количество добровольцев перевалило за 8 десятков. Они доставляют продуктовые корзины детям войны, покупают продукты и лекарства людям, оказавшимся в группе риска, а могут и просто поговорить. Среди волонтеров люди разного возраста, увлечений и профессий. Для них неважно, откуда поступила просьба о помощи, из крупного города или маленького поселения. А тех, кто может и готов помогать, и тех, для кого эта помощь необходима, в следующем сюжете. Хлеб, тушенка, крупы, овощи и фрукты. Список необходимых продуктов, которые всегда пользуются спросом. Волонтеры гуманитарного корпуса Сургутского района наполняют продуктовые корзины, чтобы после доставить югорским пенсионерам, тем, кто в период пандемии оказался в группе риска. Здравствуйте. Все, я купила все, что... Пожалуйста, вот, приятного аппетита. Будьте здоровы. Я вам еще позвоню сегодня, хорошо? Хорошо. Так, вы посмотрите, разберете все. И мы с вами созвонимся. А как у вас так много? Любовь Ожегина уже третий раз принимает помощь от волонтеров. Женщина не выходит на улицу из-за больной ноги. Сейчас, к тому же, соблюдает режим самоизоляции. На седьмом десятке забота о здоровье – приоритет. Поэтому продукты и лекарства пенсионерке доставляют прямо домой. Конечно, помощь вели, большая помощь. Да что вы. Столько принести, все купить. Такие хорошие, послушные девочки. Просто замечательно. Смотрите, вот мы вам принесли продукты. Вот мы вот сюда поставим. Маслица, там вам сахар. Все, чтобы было хорошо, ладно? Вас кушайте, пожалуйста. Если что, звоните. Для того, чтобы получить помощь, нужно позвонить на горячую линию. Сообщить координатору, какая именно помощь требуется. Горячая линия в стране, как и в округе, работает уже три недели. За это время поступило огромное количество звонков. Только в одном сургутском районе приняли полсотни заявок. Буквально за день, максимум, мне кажется, сутки, вот такие заявки у нас отрабатываются. И мы вот приносим. Да, это продукты, это медикаменты чаще всего. Ну и так, доброе слово, как говорится. Всегда они нас приглашают пить чай. Но, к сожалению, мы говорим, что пока мы не можем к вам зайти. Потому что, и обещаем, конечно, что мы придем потом. Стать волонтером несложно. Нужно зарегистрироваться на сайте доброволец.рф. Потом пройти онлайн-обучение. В Сургутском районе так поступило уже почти сотни человек. Их уже с нетерпением ждут. В основном это, конечно, пенсионеры. Да, люди мало, мобильные. Но есть также заявки от многодетных семей. Либо от семей, которые полностью ушли на самоизоляцию. И не могут, допустим, если это мама с детьми, ей очень, конечно, проблематично выбраться куда-то даже в магазин или в аптеку. Как признаются сами волонтеры, помощь в период пандемии мало чем отличается от работы в обычное время. Все те же походы в магазины и аптеки. Однако несколько явных отличий все же есть. Увеличение количества заявок и ужесточение требований. Обязательное наличие маски, перчаток и дезинфекторов. Впрочем, это и к лучшему. Елена Каткова, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургутский район.